В киноленте принципу, но тем не менее гранат смахнул этот мяч. В этом эпизоде серьезный подкат в ногу Игоря Семшова совершил полузащитник Анжи Аделахмедов. Попадает он в ногу, получает первую желтую карточку в этой встрече, но не последнюю в первом тайме. Была сорвана довольно опасная атака Динамовцев. Там, правда, мяч сразу подхватил Андрей Воронин и развил наступление, но тем не менее он очень быстро захлебнулся. Первый раз динамовцы попали в штрафную площадь Анжи с мячом. Это был Андрей Воронин, капитан команды уже в 15-й минуте. После этого удар в створ наносит по высокой дуге Кевин Кураньи. Это был, пожалуй, единственный в первом тайме случай, когда немецкий форвард Динамо сумел в воздухе переиграть своего постоянного оппонента. По этим дуэлям Кристофера Самбу. И вот самый опасный момент, который возник в этой игре, выходит после серии передачи отскоков мяча. Один на один с голкипером Березовским. Капитан Анжи Самуэль Этоо оказывается в чистейшей позиции, когда он обязан забить и отправляет мяч в стойку ворот Романа Березовского. Сам себе не смог простить ТТО. Он уже видел мяч в воротах, однако увидел его снова в поле, схватился за голову. Да уж, ничего не исправишь. Вот такой эпизод на фоне, в общем, довольно постоянного и массированного наступления московского Динамо случился. И через минуту после этого в штрафную площадь Березовского заходит, как к себе домой Алексей Иванов. Ломич позволяет ему пробить. И здесь только, на счастье, динамовцев не попадает в створ ворот правый полузащитник Анжи. Правда, вслед за этим острейший шанс у московского Динамо. Гранат выполняет разрезающую передачу на Игоря Семшова. Выскакивает один на один теперь уже с другим голкипером, Владимиром Габуловым. Игорь Семшов пытается перебросить мяч через своего бывшего одноклубника, но Габулов... Тут надо, конечно, отдать должное крепости его нервов. Вытягивает вверх правую руку и забирает мяч. Ну и новая атака. Здесь Кокорин и Воронин вместе выходят в штрафную площадь. Однако атака остановлена взмахом судейского флажка, зафиксировано в положении вне игры. В общем, те главные моменты, которые были созданы в первом тайме, мы с вами уже их видели. Это два шанса забить в Иде один на один. Еще один шанс наполовину был разобран очень быстро арбитром матча Владимира Казьменко, который продемонстрировал желтую карточку Юрию Жиркову, упавшему в штрафной площади. Здесь Казьменко посчитал, что нарушил правила как раз Жирков, симулировав нарушение правил, а не Уилтшир, который встретил Жиркову в этой самой штрафной площади. Ну, вся, естественно, тренерская скамейка Анжи ожидала другого решения. Роберто Карлос, Гус Хитинг, ну и, естественно, пытался нам...